Стране нужна свежая кровь, решили патриоты одного молодежного движения и организовали конкурс «Мистер Донор». В течение двух недель проходил заочный этап. Были отобраны 22 конкурсанта старше 18 лет и весом более 50 килограмм. Именно для них организаторы подготовили испытания силы духа и тела. Мистер Донор должен быть умным, спортивным, талантливым. И, конечно же, человек, который хочет помогать людям и, конечно же, который сдает кровь. Проблем с добровольным донорством в городе нет. Ежедневно на областную станцию переливания крови приходит 70-80 человек. На обработку отправляют до 30 литров крови. Все больницы и медицинские учреждения обеспечены полностью. Тем не менее, врачи станции одобряют желание сдавать кровь. Всегда рады видеть молодых, здоровых людей на нашей станции. Как сегодня, во время прохождения новой акции «Мистер Донор». Пришли студенты многих институтов. Все молоды, здоровы, красивы. Все сдают хорошую молодую кровь. Сначала конкурсанты сдают пробный анализ на определение состояния крови и ее группы. Затем обследование у терапевта. И только после потенциальные доноры, допущенные к сдаче. Сергей – обычный студент энергоуниверситета. Пришел на конкурс, как и большинство участников, из любопытства. У парня большие шансы на победу. Плазму крови он сдает регулярно. Сегодня – юбилейный, десятый раз. Второй раз пришел, ко мне подошла женщина, говорит, можно сдать кровь для больного человека, в больнице лежит. Тоже сдал. Ну и третий раз, и четвертый раз. В общем, в основном по просьбам сдаю кровь. Ну и когда в свободное время. Для тех, кто пройдет это испытание, приготовлены еще три конкурса. Интеллектуальный, спортивный и творческий. После организаторы определят лучшего по всем показателям и наградят его ценными призами и почетным званием «Мистер Донор-2013». Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.